За моей спиной Toyota Land Cruiser 300, долгожданное новое поколение. Это действительно абсолютно новая машина, которая наполнилась алюминием, избавилась от 8-цилиндровых двигателей, но при этом умудрилась сохранить и массу, и все габаритные размеры. Слухи пророчили новые трёхсотки от газа, от рамы, честного полного привода и даже гибридный двигатель. К счастью для поклонников модели, ничего из этого не сбылось. Более того, по формату и габаритам новинка повторяет двухсотую серию. Главное техническое отличие нового Land Cruiser 300, это, конечно, двигатели. Теперь там не V8, а всего лишь V6. Атмосферных моторов в гамме нет. На старте российских продаж будет только бензиновая версия, но дизель не заставит себя ждать. Единственный повод для грусти – мощность не подгоняли под налоговые рамки. Сразу 300 лошадиных сил. Ещё интереснее трансмиссия. К обоим моторам прилагается 10-ступенчатый автомат плюс честный полный привод. И никаких муфт. Ведь растерять имидж выносливого внедорожника Land Cruiser никак не мог. Полный привод, конечно же, по-прежнему постоянный. Ключевая новость – появление всех трёх блокировок даже в России. Не одной, как раньше была у центра, а всех трёх. Само собой, трёхсотки перепали абсолютно новые рамы и кузов. Все двери, передние крылья, капоты, дверь багажника – всё сделано из алюминия. По сути, стальными остались только задние крылья. Архитектура подвесок не изменилась. Двухрычажка спереди и неразрезной мост сзади. Перепроектирована система подавления кренов и KDSS. Заявлены большие ходы подвесок во внедорожном режиме и лучшая точность рулёжки в асфальтовом. Однако гидропневматическая подвеска, которая ставилась на Land Cruiser 200 после рестайлинга, на трёхсотый не поместилась. Теперь единственный вариант – только пружины. Кстати, клиренс в 23 сантиметра и прочие параметры геометрической проходимости не поменялись. Внутри внедорожник сохранил монументальный стиль, хотя эргономика встала на ступень или даже две выше. А вот оценить качество отделочных материалов пока нельзя. Журналистам выкатили предсерийный образец. Цены будут объявлены позже, ближе к старту продаж, который ожидается летом. Но тойотовцы аккуратно намекают, что базовый трёхсотый будет стоить как хорошо оснащённый двухсотый, то есть чуть больше шести миллионов рублей. Ещё больше подробностей о новом Land Cruiser 300 мы расскажем в программе «Своими глазами» 18 июня в 20.45 и только на телеканале Автоплюс.